Есть одна большая проблема, связанная с Достоевским. Это про то, что у героев нет тела, нет интересной функции. Но в самом деле мы видим удивительную вещь, что, например, трудно говорить, что сексуальные отношения главного героя в кроткой, в самой кроткой являются чем-то существенным. Они являются чем-то несущественным и, возможно, попросту, но их нет. Точно так же мы посмотрим, как любой из героев, например, Ставдолгин, ухаживает за Елизаветой. После этого все там должно случиться, но там ничего не случается. Опять нет никаких плотных отношений. Точно так же мы видим, что чисто плотанические отношения связывают, скажем, любого из младших Карамазов, то есть Ивана и Дмитрия. Как я могу запомнить, Катерина Николаевна и Екатерина Ивановна? Катерина Ивановна. Катерина Ивановна. Соответственно, ничего подобного не получается в взаимоотношениях между Версиловой и Екатериной Николаевной. А Версилов это просто бабий пророк. Вот он просто бабий пророк. Вот у него с матерью не князя Долгорукого случилось нечто, что это нечто оказалось стыдливо вынесено за текст произведения. Но на самом деле от этого появился Николай Николай с Долгорукий. И это действительно удивительное свойство у Достоевского, что у героев как бы нет толстых отношений и нет тела. Ну, в самом деле. Я считаю, что сводить это к тому, что Достоевский на самом деле был скрытым гомо-суалистом, совершенно неправильно. Да? Ну, неправильно. Тем не менее, этот специфический феномен, он требуется специального своего обсуждения. Почему нет тела-то? Почему же все-таки его нет? На самом деле, посмотрим на коллизию взаимоотношений между, скажем, Версиловой и Екатериной Николаевной. Человек влюблен. Если человек влюблен, то перед ним есть как бы два различных способа к этому отнестись. Но первая, самая простая ситуация, это, так называемая, романтическая влюбленность. Ты начинаешь приписывать объекту своей любви всевозможные удивительные достоинства, всевозможные удивительные качества и так далее, и так далее, и так далее. Именно в этой ситуации оказывается, собственно, Долгорукий. Он приписывает то же самое Катерине Николаевне. Да, Катерине Николаевне, все ее возможные божественные и божественные свойства. Если же, напротив, ты оказываешься в ситуации этой самой рефлексии, тогда оказывается первое. Ты рефлектируешь, что ты находишься во власти, во власти страсти, которая тебя захватила. Это первое. Второе, ты понимаешь, что настоящий момент, это, значит, женщина, которая к тобой, путем твоей страсти, так обладела, оказывается всего лишь немощным и жалким существом. Она не обладает никакими божественными атрибутами и способностями. Это все напускное. На самом деле, это самая обычная, дряная, посредственная женщина, которая, благодаря каким-то скрытым, непонятным бюджетным механизмам, оказалась причиной и источником своей страсти. И вот это две разных ситуации. В первой ситуации, в ситуации нерефлективной, ты находишься в этой ситуации влюбленности в божественное существо. В том божественном существу ты даришь цветы, ты за ним ухаживаешь, ты его богатворишь и так далее, и так далее. Ты посвящаешь свои мысли, свои слова. Это первая ситуация. Но эта ситуация нерефлективная. Рефлективная ситуация, когда ты пытаешься удержать эту самую ситуацию в ее действительной мерзости. Я еще раз повторяю, рефлективно можно удержать только мерзость, потому что все, что касается рефлексия, превращается в чистую мерзость. По той простой причине, что форма, будучи взятой как чистота формы, превращает все, что у нас не есть, в чистую форму. То есть форма небытия, форма ничто. А ничто по определению. Это как бы вот этот самый ужас небытия. Но в самом деле есть некоторая функция у женщины, которую мы любим, быть божественным созданием. В другой ситуации быть посредственной, обычной, дырной женщиной. Это одно и то же. Это одно и то же. Это две стороны. Если ты удерживаешь ее в этом качестве, в первом качестве, то ты, значит, оказываешься в ситуации влюбленного идиота. Если ты ее пытаешься удержать в эфиративной позиции, то это тоже влюблен. Пусть вся твоя жизнь к этому моменту сводится к тому, что ты настаиваешься не в некотором языке партина. А в простой этой позиции. То есть ты доказываешь, что эта женщина, она дрянет. Суть коллизии, которую разворачивается Роман Достоевского подростка, она состоит в том, что ты сам настаиваешь на том, что, значит, вот эта самая Катерина Николаевна, за это, что получит вот это самое письмо, способна на самый низкий и отвратительный поступок. Что она действительно дрянет. И это специальная версила взрослых человек, уже практически моего возраста, он, значит, пытается, ведет себя как мальчишка, объединяясь то с одним назад, то с другим, чтобы показать, что Катерина Николаевна на самом деле трянет. А она просто обычная женщина. У нее все-таки есть пределы для той подлости и гадости, которые она должна совершить. Она ее и как бы не совершает. Но нам вот эту позицию надо зафиксировать. Мы видим, что в этой забавной коллиции между непосредственным деятелем и усиленным сознанием, которое относится к женщине по другому различным способом. В одном случае любовь приводит просто к любви и пожестлению, во второй необходимые условия – это любовь и ненависть. Мы одновременно любим женщину и одновременно ее ненавидим. Ну вот ненавидим ее, потому что мы эффективно осознаем, что любовь есть, а нас, как чистой формы, нет происходящего. И это забавная коллизия. Почему она не разрешается благодаря телу? В реальной практике, а не практике Георгия Достоевского, спастись можно через молитву. Что такое молитва? Я всегда говорю, что христианская молитва и половой акт – это одно и то же. То есть путем обычного, простого, полового акта, в данном случае, разрешается эта забавная коллизия. Тело обладевает тобой, и благодаря тому, что мы не являемся чистым сознанием, а находимся в некотором теле, мы в этом, значит, ситуации спасаемся. Почему у Достоевского этого способа, этого спасения нет? Ведь для Раскольникова и Сонечки физические отношения не являются чем-то существованием. Для Алеши Харамазова, который там тоже, Лиза, да, девочку звали? Да, Лиза? Тоже тоже, тоже, как раз взята девочка практически инвалид. Только для того, чтобы ознамевать, что сексуальные отношения с ней как-то невозможно. Мы везде оказываемся в ситуации любви к чистому духу. В этом интересная забавность. У нас вот как бы сегодня связаны два доклада. То есть я-то хочу сказать нечто прямо в противоположное, что сказал Блант, который говорит, что асексуальность – это облачение духа и творчества. Это может быть и так, отчасти, да, духа и духа и творчества. Но герои Достоевского несчастны и таковы именно по той самой причине, что они являются чистым духом. Что для них, как мы говорим, божественный плохой акт невозможен. То есть у них несущественно. Вот именно я опять настаиваю на этой позиции словами божественный плохой акт. В самом деле телом спасаемся. Тело средней молитвы. Именно благодаря телу, именно тело, телесность, она обожжена о смысле Бога. И она вот эту забавную ситуацию, коллизию, в которой оказывается любой думающий человек, что нельзя любить женщину иначе, как ее они ненавидят, если ты чистый дух, она вот именно эту ситуацию позволяет с ней спастись и справиться. Вот такой у меня вот доклад. Но хочу заметить, в самом деле, в том, что здесь есть проявление латентной гомосексуальности, в том, что нигде нету Достоевского тела, тела как такового, нету у тебя некой телесности в отношении к женщине, нигде не проявляется. В этом есть нечто. То, что о чем хочется сказать. Как это парня-то звание, о котором мы сегодня говорим? Парамон. 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 Как обычно об этом Парамон сказал. По крайней мере, он решает вот таким простым, типовым способом, как объясняли это латентной гомосексуальности. Тем не менее, вот эта ситуация отсутствия тела у Достоевского требует какого-то разрешения. Я этот вопрос подвешу, потому что я не узнаю на него ответа. Если кто-то из окружающих у меня сегодня присущен, если на этом семи человек об этом знает, то лучше мне об этом сказать. То есть я проблематику, по крайней мере, поставил. Нет, ну здесь можно как бы, прежде всего, действительно, есть некая коллизия между тем, что ты говоришь про Достоевского, и тем, что пытался высказать я, вот только не только про Достоевского, а я просто пытался некими общими словами описать эту ситуацию. У тебя получается так, что если сравнивать две точки зрения, что у тебя получается, что форма, да, почему-то оставаясь внутри самой себя, почему-то она остается возле. Это странно. Да. Потому что что такое для нас другой человек? Это некоторая дыра в нашей форме, да, если так можно выразиться. Что это некий способ, каким... Потому что должен существовать некий способ, каким этот другой, может, оставаясь другим, к нам прийти. Либо этот другой приходит через нашу форму, и тогда мы не видим другого. А мы видим на самом деле в другом только самого себя. Другой просто являет нам самого себя как бы другим способом. Об этом говорят тем способом, что мы любим не предмет нашего желания, а мы любим на самом деле само наше желание, да. Потому что мы увлекаемся каким-то человеком, и, собственно, наслаждаемся своим наслаждением, которое с этим человеком связано. Мы как бы так и остаемся в рамках внутри своей субъективности. Вот мне вот с этой позиции непонятно, почему, оставаясь внутри этой формы, почему, оставаясь внутри субъективности, то есть не давая возможности другому прийти как к другому, мы, тем не менее, остаемся возле. Почему это так? Ну, потому что как к другому, мы не... Иногда к другому человеку тоже здесь не приходим. Из того, что мы любим другого человека, это не означает, что другой для нас стал другим. Правильно. То есть я понимаю, что другой к нам не стал, не вышел. Другой остался неким холодом. Нет разницы, что любить женщину, что любить колбасу. Я понимаю, я понимаю. А почему все-таки вот эта любовь, она остается возле? Почему, как бы, когда знаки сменяют знаки, да, почему, когда форма не просто является формой абстрактной, подвешенной, когда форма, на самом деле, является внутри себя некоторым способом отсыла от одного знака к другому, да? Но все равно внутренний способ. Почему она возле и остается? Я не думаю, почему форма является формой отсыла от одного знака к другому, нет? Ну, допустим, вошла в эту форму. Допустим, я люблю, как ты говоришь, колбасу, я люблю женщину. Не важно, что я люблю, важна сама любовь. Важна моя субъективность, представленная и опертая на предмет. Я думаю, что я не в состоянии отличить любовь свою от любви к женщине. То есть я пытаюсь это сделать, это опять-таки. То есть любой такой прагматически мыслящий человек и совершенно неправильно мыслящий, он бы сказал, что я могу любовь как таковую удержать. А проблема состоит, что ты любовь как таковую, в чистоте, удержать не можешь. Ты можешь только ее удержать тем способом в форме любви и ненависти. То есть ненависти к женщине, которую ты любишь. Вот только так. Давай тогда с другой стороны подойдем. У тебя была другая сторона, которая была связана тем, что мы спасаемся на самом деле через тело. Мы ведь спасаемся, мы через тело таким способом. Мы спасаемся тем самым, что мы другого признаем как другого. Ведь выйти к человеку телесно, это и означает признать, что другой, а что другое, есть другое тело. Понимаешь, что вот другость, она появляется. Нет, может быть в этом что-то есть. Мне не кажется, что это право справедливо. Некий дополнительный наход, что я, когда я снимаю проститутку, я признаю ее в качестве другого. Это нифига. Нет, это понятно, что существует две позиции. Мы же говорили, что первая позиция, мы сохраняемся внутри формы. Я почему ты считаешь, что это... Я понимаю, как другое тело это, да? Нет, нет, нет. Но с другой стороны, она не становится другим. То есть, подожди, но мы же говорили о любви. Да, мы говорили о любви. Я не понимаю, что здесь до конца, чем здесь, почему ты спасаешься. Но ясно, что половая позиция – это нечто с одним обиделом. Вот ясно. Просто как бы в чем состоит, собственно, мое возражение и вопрос. Оно состоит в том, что действительно, если сопоставлять наши точки зрения, то в моей точке зрения состоит в том, что человек может находиться во внутренней своей субъективной форме, вот в этой некой запутности полноты. Ему не нужны все эти другие, да, женщины, колбасы и прочее. То есть, они, конечно, в каком-то смысле восполняют нужду. Когда мы закатим кушать, мы колбасу кушаем и все. Но оно не относится к той форме, о которой мы сейчас говорим. Вот в рамках этой формы я остаюсь полный собой, и мне это не есть состояние зла. Это есть состояние внутреннего добра. Да, но ты можешь как эта ситуация остановиться. Она между словом, ситуация внутреннего добра. Но у тебя состоит, что ты являешься этой формой, у тебя не установлено твое собственное отношение к этой форме. А вот у Достоевского героя устанавливают отношение свое и с собой. Почему я не могу отнестись, я отношусь к этой форме? Я же все-таки рефлективная ситуация нахожусь. Я понимаю, например, что я одно отвергаю, а другое принимаю. Если ты в рефлективной форме относишься к ней, ты начинаешь удерживать эту форму как чистую форму, то есть как форму небытия. Сглядывать на возле. Во-первых, чистая форма, то, что ты называешь чистой формой, не является чистой формой. Мы их много раз уже говорили. Ты говоришь о некой эстетической форме, она не является чистой. Ну, тем не менее, это такое... Но это еще, если язык только так, форма не чистая. В самом деле, умеющий лечить, то есть врач умеет и убивать. Удерживать себя в качестве врача, то есть в качестве по-настоящему инфлекции. Не говорить, ах, да, я врач, у меня это есть. Это означает убивать. Не понимаю. Я все равно не понимаю, почему она форма зла. Я еще понимаю, почему она была бы формой зла в смысле последствий. Иначе говоря, как в пополе человек, он рефлектирует, да? И его рефлексия, она порождает некоторого рода действия и последствия этой рефлексии. Не так, что сама форма зла, а последствия этой формы в силу того, что... Нет, не сама форма зла, а она является формой зла. Понимаешь, да? Не то, что она злая. Еще раз, тогда ты... А является формой зла. Тогда ты, я же объясняю, если так это трактовать, тогда ты скатываешься просто в бульгаризм, состоящий в том, что любая наша субъективность, она так или иначе в силу эгоизма, да? Она ведет еще к тому, что иногда она вступает в противоречие с другими эгоизмами, да? Нет. Ну, получается у тебя так, что я, например, как эгоизм, остаюсь внутри в своей форме, да? Нет, нет. И не считай с другими формами. Иногда кому-то наступаю на ногу. На зло самому себе. На зло самому себе. Не как мы говорим, на зло другому. На зло самому себе. Ну, вот это и странно. Не могу я действовать на зло самому себе. Ну, вот получается, что да. Ну, вот это же античная парадигма, да? Опять же, давай все-таки это закрепим. Я тебе возражаю, исходя из того, чтобы просто закрепить самопонимание, да? Вот, например, античная парадигма. Человек не может самому себе причинить зло. В принципе, не может. Потому что человек всегда стремится к благу. Даже если он, условно говоря, мазохист, то тем не менее, он все равно считает то, к чему он стремится, к благу. Он режет себе руку, потому что он хочет резать себе руку. Он считает, что это к нему благу. Он, в принципе, не может этого сделать. Даже если захочет. Вот возвращаясь к теме предыдущего семинара. А вот русские, это такие специальные люди, которые, в отличие от греков и очень тупых европейцев, могут причинить сами себе зло. Нет, тут возникает, конечно же, вопрос, то, что ты говоришь, это связано с вопросом о свободе. Действительно, свобода состоит не в том, чтобы покоряться вот этому высказыванию. То есть, несмотря на то, что они тоже белые люди, как и греки, как и англичане, тем не менее, вот они умеют вот это дело сделать. Нет, давай все-таки, я еще раз говорю, вот не сводить все в кучу, я просто, давайте все-таки фиксировать какие-то моменты. Как всегда, в семинар тем и важен, что мы пытаемся поделиться своими соображениями. Вот такое возникает соображение. Согласен с тем, что в чем состоит, в частности, есть два вида свободы. Первый вид свободы состоит просто в том, что я действую тогда, когда хочу действовать. А второй вид свободы состоит в том, что вот есть некоторые препятствия, стоит стена. Вот она почему-то меня раздражает, никого не раздражает. Греков не раздражает, условно говоря, англичане не раздражают. Вот русский пришел, она его раздражает. Стоит стена, мимо пройти нельзя. Вот об этом идет речь. То есть, возникает злая форма только потому, что на самом деле человек летать не может, и его раздражает, что птица летает, а вот я не летаю. Нет, 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 конечно. Ну, получается, что так. Ты вспомни пример из записок из подполья, я про стену не зря сказал. Нет, нет. Что вот есть стена, ее нельзя пройти, понимаешь? Да, стена ее нельзя пройти, но если ты на этот момент рефлектируешь отношение не к стене, а к себе как к форме происходящей, вот тогда начинается коллизия записок из подполья. Нет, а теперь, если мы эту стену перенесем к вопросу о форме, потому что стена это некий внешний мир. А теперь представьте себе, что эта форма это та самая стена, которую преодолеть нельзя. Только внутренняя форма, наша внутренняя стена. И получается, что все-таки все равно исходный эффект тот же самый. Есть нечто непреодолимое, условно говоря, закон природы. И вот я недоволен тем, что закон природы таков. Что это все-таки есть форма, и я этой форме исследую. Не закон природы. Нет, это, подожди, закон природы здесь метафра. Когда у тебя перед тобой стоит стена, которую ты не можешь преодолеть просто так, ее нельзя воспринимать в качестве некого закона природы. А то, что 2х24 тоже закон природы, совсем нет. И тот же самый пример, вспомни, опять же, из записи в подполье, 2х24, его тоже раздражает. Понимаешь? Да, но не тем способом, что... Он же даже говорит более того, что если будет... Не тем, что стена и стена. А тем, что она... Что ты, благодаря ней, обнаруживаешь себя... Ну, что тебя нет. Правильно. Ты правильно. Ты о том и говоришь. Ты о том и говоришь. Потому что есть, как бы, две стены. Конечно, мы не будем говорить о той стене, которая является внешней. Да? В конце концов, как бы, ее можно обойти и прочее. Мы говорим о той стене, которая есть внутри человека. Да, что, как бы, условно говоря, есть нечто, что человек преодолеть не может уже никак. Стену он может обойти. Или еще какие-то способы ее преодолеть. А внутренний какой-то, вот есть нечто внутреннее, да? Стасть к женщине, да. У него... Почему? Вы имеете в виду именно страсть к женщине? Да. Ну, например, о чем тебе нестина? Нет, ну, можно просто более по-другому говорить. Можно говорить о том, что... Ну, страсть к в области, какая... Страсть к в области, если страсть к женщине... Не надо, не трогайте. Это что, и то, что нельзя преодолеть? Значит, твоя конопатка летит. Страсть к в области, что они преодолели? Ну, да, в данном случае. У тебя есть способ отнестись мне двумя способами. Первое, это ситуация заиграть. То есть, начать дарить цветы, конфетки и писать стихи. Второе. А второе, заиграть. А второе, отнестись к ней честно. То есть, эту женщину возненавидеть. Давайте еще раз, как бы... А почему такие крайности-то? А других нет. Нет, давайте, как бы, все-таки... Я просто сфиксирую, и самое главное... Есть какой-то другой выход? Так нет, вообще, в ваших рассуждениях, почему-то тема зла вдруг всплыла. Откуда-то для меня... Ну, я как раз вопрос это пытался задать. Я его повторяю, что форма взятая, как чистая форма, есть форма небытия. А я говорю, что это не так. А небытия, это и есть зло. А я говорил о том, что форма взятая. Особенно, серьезное понимание зла. Не относительное зло, когда я иду, 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 и человек кому-то на ногу наступил. Хорошо, проще задать. А что бы такое было добро? Вот тогда, если ты ответишь, может быть, будет более понятно. Почему вдруг небытие и зло, это синоним... Нет, небытие и зло, синонимы, это богословие. А почему, а что такое добро тогда было бы? Ну, потому что если и зло, должно быть добро, это с относительной термином. Нельзя сказать, что что-то зло, если как бы нет добра. У тебя, получается, нет никакого добра, поэтому и зла никакого нет. Нет, у меня, получается, что как... Потому что добро, это некое бытие, а что здесь было бы бытие? Потому что у тебя два смысла небытия. Одно небытие, а как непосредственное действие, как погружение, как собачивание. А другое небытие, как, наоборот, сокрепление. У тебя два вида зла. Да, замечательная вещь, это правильно совершенно отмечено. Что жизнь, оказывается, невозможна ни в том, ни в другом случае вообще. Ну вот здорово. Вот, если у тебя нет тела, разумеется. Но она, благодаря молитве и половому акту, она возможна. То есть вот так получается. Вот это я сказал, невозможно, потому что тела, как бы, получается, нет, да? Я просто, давайте, как бы, чтобы еще раз закрепить. Я просто к тому, чтобы понятно было все в состоянии коллизии. Я считаю, что та форма, о которой мы говорим, а именно рефлексивная форма, да, это и есть форма полноты, о которой я говорил, которая содержит внутри себя свободу, которая действительно внутри себя даже действует. Она может вообще элиминирует все внешне, там, женщины, колбасы, там, все, что-то, как бы, там, нервирует, как бы, эту форму, да, все, что пытается свою другость представить в качестве нужды, там, и необходимости, она все просто выбрасывает на периферию. Оставляет только, вот, свою субъективность. И вот эта субъективность существует. Я говорю, что вот эта субъективность, которая берется в своей, вот, этой законченности, и есть та самая полнота, та ценность, да, которая, вот, возможно, куда-то там поднимать, к Богу там поднимать, или куда-то там, на вершины искусства. Потому что здесь есть разница, потому что, прямо говоря, я, опять же, искусство все-таки проклятое, да, а можно поднимать, как будто, но надо поднимать эту ценность к Богу, да, это совсем другое движение. Есть как бы два движения. Искусство – это как бы проклятый путь, а вот есть нормальный путь, как бы, вот он путь Богу. Но неважно. Суть вопроса в другом состоит, что эта форма, она благодатна, все-таки. По крайней мере, она, скажем так, она амбивалентна, можно. Эту форму еще надо поднять. У него нет заранее добра и зла, но ее надо еще поднять. Ни к добру можно поднять, ни к злу. В принципе, вот она есть. Это одна форма. А другая форма, да, которую у Игоря заявлено, как непосредственная, вот это и есть та форма, о которой я говорил, да, когда человек исчезает вот в этой нужде. Когда вот всякого рода предметы и захвачивают его, там, будь то женщина, колбаса, там, еще какие-то вещи, какие-то страсти им обладевает. Человека как бы нет. Он полностью находится во власти природы, да, рода, там. Неважно. Во некой внешней власти. Самого-то человека-то нет. Это форма небытия. В том смысле, что человек полностью владеет некие другие стихии. А форма бытия состоит в том, что он рефлексирует эти стихии. Как бы берет над ними контроль и получает некую форму, да. Вот в этой форме субъективности он остается, в форме тождественности, да. И все вот это вот, все, что пытается его захватить, вот тем или иным способом, там, либо аскетизмом, там, либо там, какой-то другой работой, творческой работой, либо молитвой, это не важно. Он как бы остается равным самому себе и может куда-то в вас сходить. Только он в этом случае и может вставить, потому что только здесь свобода, только здесь его власть над самими. Ну, то есть все-таки борьба со страстями, да? Казахваченность, она же всегда же временная характерность. Ну, подожди, а вот, между прочим, Игорь, если бы свою позицию до конца рассказывал, она в том и состоит, что от одной и другой, там, женщины, колбаса, там, машина, там. Я не знаю, даже самый примитивный человек так и живет. Нет, ну, еще раз говорю, мы всегда живем в некотором, мы всегда понимаем. Нет, подожди, нет, как раз именно у тебя-то получается, что вот если так переходить, а женщины, колбасы, машины и так далее, то есть то, что не живет непосредственно, это не форма добра. Или форма добра. Нет, это не форма добра, потому что меня-то нет, есть женщина, колбаса, машина, меня, нет. Нет, нет, ты смотри, ты чего сказал, как я понимаю эту ситуацию. Но ведь в самом деле, я же когда сижу на стуле, или пью чай на кухне, я же не оказываюсь в этой ситуации Достоевского выбора, между, как бы, либо заиграть ситуацию, либо начать доказывать, собственно, амбитость. Подожди, а давай это обсудим, это вообще гадость. Подожди, ты хочешь сказать, что это есть только в страстях? Да, да, это ты хочешь сказать, что только в страстях. Нет, я хочу сказать, что всегда они есть. Если мы не рефлектируем форму, мы всегда заплачем деньги. Нет, подожди, а получается, что на самом деле, вот что мне это интересно, получается, что ты различил. То есть ты, когда я пью чай на кухне, открываю дверь, я же никогда с этим не сталкиваюсь, в этой замечательной коллизии записок из-под поля Достоевского героя. Вот в этой же ситуации не оказываюсь, которую я, например, Леонид Василова только что разбирал. Не оказываюсь. Только когда я имею дело вот именно со страстями, то, например, с любовью чем-то или чем-то еще таким. А когда вот я просто сижу за столом, то никакая рефлексия, что-то либо невозможно. Просто вот, то есть что я получается, что я оказываюсь в некой... Ну, я не готов говорить, что когда я просто сижу, ничего не делаю за столом и оказываюсь в некой ситуации духа, чистого духа. Но это, конечно, не так. Но, тем не менее, вот это очень интересное замечание, что мы оказываемся в ситуации проблематики Достоевского, когда нам предпослана некоторая страсть. Вот если мое отношение со стеной, записок из-под поля, она действительно оказывается в некой страсти, в форме страсти, да, оказывается, то это как бы одна ситуация. А для других белых европейцев, ну, какого-то, тупого древнего крека или еще более приманчивого британца какого-нибудь, для него стена это только стена. А для русского стена может выступить в форме страсти. И тогда ты либо можешь разыграть, украсть ее цветочками, нарисовать нечто-либо стихии, посвящать этой самой стене. Либо ты будешь доказывать, что ты сам чмо, сам эту стену для себя воздвиг, и сам ты ей-е-е-е-е заботился, что ты сам настолько плохо, настолько безобразен, что в твоей жизни ничего, кроме этой стены. Ну, ничего. То есть, либо вот это... Ее есть только лет позиции, сам и не сам. Да, но если ты оказываешься перед этой ситуацией, да, оказываешься перед этой ситуацией все же странно. Если ты в ситуации страсти не оказываешься. А если я просто сижу за столом, приезжаю на кухню или что-либо еще делаю, смотрю на аквариум или что-либо еще, что была бы очень важная ответа. Ну, у тебя нет в этой ситуации. Есть аквариум? Да, меня нет. Меня как бы и нет, потому что есть аквариум. То есть, растян. Ну, я... Либо тебя нет, и есть одна страсть, и ты в этой страсти уваришься, так сказать, там, и что-то угрожаешь. Либо тебя нет, тогда ты это рефлексируешь, и ты это осознаешь с помощью рефлексии. То есть, наличие другого человека, наличие своего отношения к нему. Ну, очень важно, сколько я бы не сидел за столом, что здесь важно понимать, сколько бы я не смотрел на телевизор, на видеокамеру, на всех его присутствующих, в форме, откуда станет возможным выход от своеобразной коллизии достоятства, оказывается, невозможно. Вот в чем дело. А в стопе кого-нибудь полюбить, тут обязательно либо цветочки, ну, если нет, то у актера является. Нет, ты можешь сказать, что когда ты смотришь на аквариум, либо любовь-ненависть, ну, иначе нельзя. То есть, это, когда ты смотришь на аквариум, не может быть, что ты рефлексируешь, ты осознаешь аквариум. Да, не то, что аквариум, а, никакого другого процесса. ...на два триллиона. Аквариум есть ли у меня? нет. То есть, ситуация с артовской тошноты, которая у него есть, когда... Да, кстати, будетốc туристовская тошнота и есть. Кстати, ты рассказываешь, что этот этот аквариум есть, а тебя нет? Да, да. Она невозможна, это тыxдо стрелку к farklı, кстати, это другая ситуация, таиться на сартовская緊шечку даже близко. Да, именно так у сартова. У Сарта, человек ходил, 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 потом только осознал, что этот предмет есть, этот предмет есть, это тошнота. Вот именно от бытия, от мира, от что-либо еще. У Лискинского совсем не так. У Лискинского, как была, правильно замечает, ты оказываешься в некой специальной совершенной ситуации, в ситуации страсти. Хорошо, а откуда берется страсть-то? Не знаю, откуда сваливается на тебя. Не, а я сейчас хочу как раз пояснить этот вопрос. Дело в том, что, смотрите, вы скажете, а что если без страсти, тогда что? Что такое страсть и чувство? Это крайняя форма выражения чувств, наверное? Или при чем тут страсть? Нет, тут важно не просто страсть, а то, что в страсти, как бы, вы захватываете... Страсть это некой турист, с которым мы крайне вообще понимаем, что это такое. Понятно, что здесь дело... Захватывается другим, понимаете вот, что важно. То есть, как бы, не вы выбрали что-то, а вас другое что-то выбрало. Условно говоря, вам нравится женщина. Вы ее не выбрали. Условно говоря, нищего... А, вот это, кстати, тоже интересно. То есть, Балат утверждает, кто там? Что? Пожалуйста, это женщина. Нет, никто там. Просто вы захватили. Ничего себе сделать с этим. Предметы перестают быть предметами, они становятся существующими, там, вы сказали, в Саховской ситуации. А в том смысле, что появился вот этот феномен другого. И другого человека, или просто другого. Вот чего-то нищего-то другого. Вот как только это появилось, говорит, была, вот у нее такая интуиция, то тут же оказывается ситуация вот этой самой страсти. То есть, вот другого по-настоящему, или другого с большой буквы. А вот аквариум... Нет, 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 здесь как более сложное. Скажите, да. Смотрите, давайте просто начнем с записки из-под поля, для того, чтобы понять, что там суть. Суть состоит, как мне кажется, в том, что герои записки из-под поля стартуют не с непосредственности. А он именно стартует вот с этого, с позиции сознавания самого себя. То есть, с позиции рефлексии стартует. И когда он стартует с позиции рефлексии, все остальное, что пытается захватить его, да, что пытается вырвать его из этой позиции рефлексии, все воспринимается как нечто навязчивое. Вот если я постоянно рефлектирую, допустим, я занимаюсь философией, я постоянно что-то продумываю, рефлектирую, звонок внешний, кто-то пришел, какой-то друг там, что надо поесть, что вообще наступил вечер и надо ложиться спать. Все это воспринимается как нечто, что мне навязывается, как некая необходимость, которой как бы я должен подчиниться. Хотя я нахожусь внутри внутренней власти, да, внутри собственной формы, как бы живу своей жизнью, полной свободы там и творчества. Тем не менее, вот эти вот внешняя необходимость каждый раз, они вторгаются и заставляют меня вот им покориться. И поэтому все это воспринимается как нечто навязчивое, как нечто принуждающее. И отсюда возникает вот эта нервозность. И отсюда возникает или-или. Или победит это вот нечто внешнее, да, вот это вот, допустим, необходимость там ложиться спать, ай, кушать или там. Но это же совсем не так. Нет, именно так. Именно так понимается. Я говорю, что если я сижу за столом, мне сказали, ой, я за столом сижу, типа там, треклянно-вязчивость. Нет, нет, ты не понял. Если ты не находишься в позиции рефлексии, если она... Даже я нахожусь в позиции рефлексии. Сколько делаю я с этим... Ну, могу вам сказать по опыту. Это как бы я сейчас просто рассказываю свой опыт. Это на самом деле так. Если я нахожусь в постоянной позиции рефлексии, все, что отвлекает, как бы, и пытается вырвать меня из этой позиции, оно все воспринимается в неком, как бы, вот... В неком модусе нетерпимости. Нестерпимо мне это, понимаете? Я просто... Иногда просто меня бесит просто там. И когда это вызывает, просто не куфируется. Нет, ну, я сразу же сказать, что ситуация Достоевского... А Достоевский... Просто, просто бесит, не имеет никакого отношения. Нет, ну, как раз подожди-ка. Давай мы вспомним записки из-под поля. Там все цепляло, как бы, человека. Все цепляло. А почему его цепляло это? Она, потому что навязывала своя. Она вот, понимаешь, вот как вот это инородное нечто, да, вот как вот... Вот можно сказать о навязчивых мыслях, да, вот, только приходят навязчивые мысли, и с ними поделать ничего нельзя. Они просто приходят и поселяются у вас в голове, условно говоря. Можно было бы это так рассказывать, а можно было бы рассказывать по-другому. Можно было бы рассказывать таким способом, что, находясь внутри своей сферы, нечто внешнее все-таки существует, оно же никуда не делось. Но оно может наступать на мою волю в каждый раз. Если ты возьмешь любого героя Достоевского, главного, но красивого, но для него проблематичнее является только отношение с Катериной Николаевной. Тогда можно понимать это как акцентуация. Поэтому я когда сижу у себя дома, никого нет, что называется, все вещи не милые и родные, даже вот этот фикус и так далее. Вот давайте возьмем Раскольников, хороший пример. Для Раскольников тоже только одно является тематичным, в смысле страсти. Только одно. Согласен? Я согласен, что только одно, но тем не менее. Вот согласись, что вот он пришел к некой делении страсти, там право он имеющей или тварь дрожащей, да? Почему он не смог не справиться? Отбросил бы мысль и жил бы дальше. Почему он не смог справиться с ним? Почему обязательно это побуждение привело к действию? Почему? Да, потому что он, я вот говорю, оказалось, что он эту самую ситуацию удерживал в форме страсти. И тут стало понятно, а кто ты? Ну, тварь дрожащая. Вот он убивает для того, чтобы сам себе доказать, что он является тварь дрожащей. Мы уже эту тему обсуждали. Мне кажется, что это все-таки слишком поверхностное исколкование. Более глубокое исколкование, я уже просто и на других персонажах могу это показать, она состоит в том, что когда проскольников считает, что он тварь дрожащая, он не соглашается с этим и стремится доказать, что он право имеющий. А когда он чувствует, что он право имеющий, он вдруг понимает, что он тварь дрожащая на самом деле. У него есть круг, у него нет какой-то отдельной конкретной позиции. Точно такой же позиции стоит там Рогин, даже в тексте братьев Карамазовных и бесов. Это заявлено. Там так он и говорит, что когда он верит, то он не верит, что верит. А когда он не верит, то он не верит, что не верит. Понимаешь, каждый раз вот эта амбиваленция, когда вот есть две позиции, верить или не верить. Когда он становится на одну позицию, он как бы по неволе скатывается на другую, а когда становится, вот тут уверяется, что он встает на другую позицию, он опять скатывается на первую. Поэтому здесь более важна вот эта вот неопределенность, резистенциальная как бы неопределенность. Понимаешь, что человеке есть возможность. Вот как я всегда говорил. Но он находится в состоянии постоянной рефлексии, Он не есть ни тварь дрожащая, а непосредственно все время думает. А поскольку он все время думает, у него всегда есть две возможности. В смысле определенности. Да, и он не может на каждую из них встать. Самое интересное, почему он не может. Это важно. А потому что форма настолько огромная, настолько плотна, что она не умещается ни в какое конкретное содержание. Потому что всякое конкретное содержание, тварь дрожащая, правый имеющий, верит, не верит. Она просто не может вместить всю форму. Форма больше. Хочешь про это говорить в Достовской, что русский человек широк? Я бы его типа сузил. Понимаешь? Вот о чем разговор. Я-то как раз полагаю, что когда ты являешься формой, в том числе и расходником, выбор происходит не между двумя формами определенности, а выбор происходит между двумя формами небытия. Нет, я еще согласен с тем. Нет, нет. Просто вопрос, мы уже объясняли, мы уже объясняли, что это вопрос терминологии. Вопрос идет следующий. Изначально Раскольников находится на некой позиции, которую ты называешь чистой формой, я называю это полношу. Это возможность. Это еще специальная свобода. Если бы между двумя формами питался по городу, помогал... Так он и мечется. Он помогал бы, чтобы... Подожди, а не так что ли? Он дает, он спасает девушку, за которой идет какой-то урод, пытаясь ее изнасиловать, она пьяная. Он потом дал деньги, чтобы полицейский проститут довел туда дома. Он дал деньги Катерине Ивановне, он дал деньги дочке Катерине Ивановне, чтобы похоронили Мармеладова. То есть, с одной стороны, он пытается ограбить старушку, да, взять, завладеть Ивановне, а с другой стороны, добрые дела совершать. Не о том речи, если он берет. Не о том мечется, он мечется. Речется не в этом смысле. Не в том смысле, он метался бы по городу не в таком экзистенциальном окраске, а пытался бы стать толдым, то маляром, то что... Еще раз, давай я просто сначала объясню, ты просто пропонируешь идею. И тебе в чем состоит? Что у Раскольников есть как чистая форма, как ты говоришь. Потому что я говорю, это просто полная форма. Как есть, просто как возможность, как свобода. И она нужна. Но у тебя свобода, понимаете? Ну, подожди. Выбор между двумя в разной форме. Ну, подожди, ну ты дослушаешь меня, ну какой-то бред, каждый раз одно и то же. Бред какой-то. Я вообще удивляюсь, ну как можно так делать-то? Суть-то вопроса в чем состоит? Все. Что есть свобода, есть некое состояние экзистенциальной возможности, которая точно так же есть. Ее называешь чистой формой. Я не называю чистой формой, я называю ее чистой формой. Полноты, формой свободы, возможности, неважно так. Это слово здесь может любое подобрать. А есть, на самом деле, ее осуществленность. Он не обязательно может одну и вторую выбрать. Не обязательно. Только в случае противопоставления, да, вот он взял, вдруг, это пришел к выводу, что есть две противоположные формы, а других нет. Только на акцентуации на этом противопоставлении возникает вот такая коллизия. А по идее, он мог бы находиться в этой возможности просто бесконечно, да. Как вот боги, там, этого... Эпикуры, да, они где-то там в каких-то мирах между миром блаженно наблюдают, там это существует, там, как бы, и они никак с ними не связаны. Просто как чистые возможности, в принципе, как бы, чего-либо, да, там. Они никак не реализуются, ничего такого не производит. Они не вмешиваются, да, в жизнь людей, не вмешиваются в жизнь космоса. А просто существует, просто вот. Чистая вот может существовать в виде потенциальности такой, возможности, чистой возможности. Вот это вот существование в чистой возможности, это и есть раскольник, который просто лежит на кровати и поплевывает в потолок, ничего не делает, не ходит. Он говорит там, помню, пришла служанка, его спрашивают, что ты делаешь, типа, там, думаешь, много ли денег надумал. Можно вот так вот лежать, думать, 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 думать. Это и есть некая форма, понимаешь? Чистая форма, побломовщина. совсем уже другой разговор, хотя как близкий, да, надо признать, да, близкий разговор, да, а в каком-то смысле близкий, да, я зря, зря. Да, да, тут есть типичный обломок, да, который не действует именно потому, что... Но это и есть понятие применения экзистенциализма к произведению Достоевского, оно именно так и понимается, что есть некая человеческая сущность, которая состоит в том, что она есть свобода, есть некая потенциальность, возможность, проект, неважно, как это говорить, а она может оставаться в чистой этой потенциальности сколько угодно, осуществление необязательное. Но если вдруг возникает внутренняя коллизия, да, возникает или-или, то ее, то тогда эта коллизия вызывает, вот она вот как вот боль, да, которая пронзает эту форму, что невозможно, если он пришел к этому с ней, согласен, уже невозможно ничего сделать, надо встать. Мещится он только потому, что он додумался до этой коллизии, и ничего с ней сделать не может, он ведь даже когда попадает на каторгу, он все равно остается в этой коллизии, потому что ничего с ней сделать нельзя. И более того, ведь она проходит только тогда, когда он влюбляется, точнее, не влюбляется, он чувствует любой другой человека, да, и сам как в нем что-то тоже расставил. То есть на самом деле она не мешает. Влюбляется другая страсть. Да, она нет, не простая страсть, не надо все смешивать. Просто эта коллизия, в принципе, неразрешима. То есть это некая коллизия разума, и в принципе, я подозреваю, что если в моральную сторону Романа смотреть, то именно она и состоит в том, что есть некоторые внутренние коллизии, которые, в принципе, никаким способом неразрешимы. Только жизнь может взять свое и все, в море, если так можно выразиться. Невозможно ничего там... Это понятно. Вот есть такой, кстати, персонаж в идиоте, чахоточный, как его там звали, да? Который постоянно ходит, что-то всем доказывает, как же можно так, вы будете жить, а я-то умру, там. Как он там? Ипоит. Ипоит, да. Ну, постоянно ноет, понимаешь? А смысл, который потом мы наблюдаем, что он как бы должен... Он там ему осталось сколько-то, ненецко переделить, что ли, жить. А потом выясняется вдруг, что до него умер генерал Иволгин, да? Рогожин погиб. Настасья Филипповна с ума сошел, ну, опять вернулся в больницу, как бы, князь. Ну и там, я не знаю, не помню, может, еще какие-то кто-то так события произошло. Сколько народу, да, вдруг там исчезло? А он еще жил. Условно говоря, получается, как бы, есть некое противоречие, да, вот так, между вот разумными нашими всякими городоколлизиями, да, и доводами, и тем, как жизнь на самом деле сама по себе. Ну, по-достоятельному жизнь, как бы, людей находится в Божьей воле, да, это как бы проявление некого провинциальности божественной. Но это не важно. Суть вопроса в другом смысле, да, что некие проблемы не решить разумно. Их можно решить только экзистенциально. Ну, а моя позиция какая? Нет, это я... Теперь давай, как бы, вот в чем состоит позиция? Позиция состоит в том, что у тебя есть два вида зла. Одно зло, это когда человек захвачен вещами, как бы, вещи властвуют, человек не властвует. А другая позиция рефлективная. Нет, позиция у тебя оказывается в этой ситуации, что мы обнаружим себя по отношению к некоторым группе выбранных событий. Ну, для Раскольникова это то, что он тварь дрожащая, да? Для Версилова то, что он влюблен, любит Катерину Николаевну. Что-либо еще. Для героя, короткое, то, что он выгнан с позором из полка. Ну, вот такие, какой-то набор избранных событий, которые происходят, которые резко отличаются от того, что я просто сижу на стуле. Вот мы оказываемся в этой самой ситуации. И к ним мы в любом случае вынуждены относиться рефлективно. Но рефлексия бывает как бы в формах. Одна из ситуаций, я попытаюсь это дело заиграть. То есть я буду, как долгорукий, любить вот эту самую женщину, считать, что она божественна, что ей достались все таланты, которые другим людям достаются непомерно трудом, а они достались просто так и так далее. Ну, то есть она, имея столько власти от мужчин, не может мыслиться иначе, как обладающая бесконечным количеством талантов. Это то, что это из разговора Дыгорукова и Версилова. Я практически полностью вас произвожу. Вот это самая ситуация. То есть это одна форма рефлексии. Вторая форма рефлексии, когда ты пытаешься это не заиграть таким образом. Там нет рефлексии, там просто ей захвачено. Нет, вот такая интересная рефлексия. Нет, подожди, там одна рефлексия состоит, что он выдумал женщину. То есть как бы он спроектировал. Знаешь, вот тема вечно-женественная, тема Софии. Это все, да, это ритуал. С чем состоит? Ты как бы... Ну, типа того, что у меня убирает... Ты выбрал мир, понимаешь? Выбрал. Ты выбрал в тот способ, что спроектировал свои какие-то фантазии, свое какое-то видение, спроектировал на мир. Убирает бабушка. Убирает бабушка, у нее внучки есть. Вот ситуация, она типа болеет сильная. Вот с этой ситуацией, ты в этой коллизии, бабушка какой может, а помойте мне в этом месте, в этом месте и в этом месте. Да ну ты же сама можешь помыться. А нет, вот она в некой ситуации, она как бы играет. Или как у героя записка из-под поля лучше говорить. У человека болит зуб, это некоторая датность, да? И тут он начинает справляться с этим ситуацией, что начинает рулады выводить. Еще более активные, еще более красивее, еще более штук. И ты уже оказываешь, что в этой самой ситуации, тоже вот этих, когда ты любишь женщину, очень часто, цветы и всякое прочее, это тоже форма рулады. Я понимаю, ты художественный делаешь. В смысле игры, есть некая форма того, что у каждого за женщину. Точно так же, даже та же самая ситуация, когда ты пытаешься признать себя чистой формой происходящего в данной ситуации. Это тоже улады, те же самые улады. Но улады, как бы они иначе. Когда ты пытаешься расставить на том, что в твоем веке любви есть дреная женщина, которая записана, сделает все, что будет. Почему не дреная, а просто женщина? Дреная женщина, именно, не просто женщина, а дреная женщина. А почему мы это не можем истолковать, что он просто выбрал теперь другую меру? Ты первый, говорит, у тебя был первый ритуал, он вхаживает за женщину, теперь второй ритуал, он ее ненавидит. Другой ритуал, как по-другие правила. Чего разница-то? Ты просто не привел, разница-то не привел. Настаивать можно на чем угодно. Но я так хочу сказать, что это как бы выбор между двумя формами рефлексий. Ну тут и странность, что они содержательно отличаются. Содержательно только. Они между двумя формами этого. Так ты не привел формально это различие, ты привел содержательное различие. Он сначала обожествлял предмет своего поклонения, любви, а потом перестал обожествлять их друг, как бы стал наоборот его ненавидеть. Или ты не можешь сказать, что просто на самом деле обычная ситуация, ситуация влюбилась. Когда я даю цветы, конфетки, думаю, что на воплощение всех талантов, то просто ситуация влюбилась. Да. Это уже другой разговор. А тут у тебя получается две репутивные позиции отличаются в задержательной форме. Есть абсолютно захваченность любовью. Согласен. Если ты рефлектируешь ее, то ты оказываешь ситуацию и начинаешь доказывать, что она женщина. Означает, что она непосредственно дрянная женщина. Только просто суть-то вопроса, как раз если мы говорим о том, что первая позиция не рефлектина, мы просто живем в мире и кого-то любим, то это означает, что с этим с нами происходят все действия. Мы смотрим за столом, так же сидим, смотрим на аквариум. То есть получается, что смотреть на аквариум, сидеть просто за столом и любить даже таким способом, в этом есть какая-то разница. Нет, разница, конечно, есть. Нет, нет, могу, нет, подожди. Разница есть состоящая в том, что аквариум, он как бы не очень сильно нас захватывает. Ну, то есть в степени все-таки. Диван, на котором сидит. Ты в каком, ну ты и доверенец к нему. Ну, ты просто к нему и доверенец. Вот, смотри, вот он твердый. Конечно, это как бы тебя может вызывать какую-то там эмоцию. Но тем не менее, как бы, ты как бы смиряешься с этим. Но твердый, твердый, он всегда твердый. А любовь все-таки нас побуждает. А вот она как бы вызывает, требует от нас каких-то действий. Ты любишь женщин, ты не можешь просто сидеть как бы и любить. Да, тебе надо двориться, и идти в театр. У него много забот-то, на самом деле. Динамика процесса, чтобы было. Я понимаю. То есть разница стоит только в том, что все-таки объект любви – это просто другой объект, конечно. И, в принципе, казалось бы, тогда получается такая дилемпа. Есть некий мир, в котором мы захвачены. Который вот определенный. Вот он твердый, деревянный, там… Нет, смотри, как получается. Очень интересно получается, что когда я сижу на столе, ой, на столе, я сижу на диване за столом, и не захвачен ни диваном, ни столом. Когда я смотрю на хвалю, который сбоку у меня находится, я тоже не захвачен. А эта ситуация разворачивается только тогда, когда я действительно чем-то захвачен. В любви я захвачен, а столом я не захвачен. А почему ты считаешь, когда ты сидишь за креслом, и столом ты не захвачен? Ну, получается, что не захвачен. Но вот это вот видишь, тогда слово «захвачить» ты понимаешь. Что такое захваченность? Захваченность — это наша подчиненность миру. Просто Луна, по-моему, сказала когда-то правильно, что в повседневности мы миром не захвачены, а захвачены тогда, когда мы читаем. Но в самом деле, вроде бы действительно мы в мире, вот я когда в нем живу, и я миром не захвачен, а захвачен тогда, когда я читаю. Это странно. Почему? Потому что как бы у нас в любой момент постоянно глаза что-то видят, уши что-то слышат, тело что-то чувствует. Мы захвачены миром. И тем не менее не захвачены. Но, но, просто здесь разница в чем состоит. Я согласен, есть некое понятие внутренней захваченности. Потому что мы отличаем себя от, ну, условно говоря, позиции на шоке. Там вот как бы есть телеска. Это понятно, когда я сижу за столом. Подожди, подожди, подожди. Либо мы ассоциируем себя с телом, либо не ассоциируем себя с телом. Мы все-таки, мы можем себя с телом различать, тело захвачено, тело всегда захвачено. Ты будешь представлять, что тело не захвачено, или нет? Но всегда захвачено миром, тело. Это непонятно, с чем оно захвачено. Откуда ощущение? Подожди, ты сам перевел разговор на такую уровень? Да, но тем не менее, как ни странно, когда у меня аквариум есть, стол и диван, я в этом деле, конечно, присутствую, потому что вся моя состаренная затоит из аквариума, стола и дивана, но, собственно, как ни странно, я меня не захвачиваю. Мы недавно разговаривали о философии Фалеса, и там был такой эпизод, связанный с экстатическим опытом. И мы говорили о том, что есть некая вода. Фалес может трактоваться следующим образом. Каким образом вода становится всем? Есть некое медитативное экстатическое состояние, когда мы доводим своим вниманием, можно так говорить простым словами, а на самом деле вот этой захваченностью. Когда мы так захвачены водой, что кроме воды ничего для нас нет. Вода есть все в том смысле, что есть такой опыт экстатический захваченности водой. Но в другом состоянии, в состоянии повседневного опыта, как бы вот такой захваченности каким-то одним, каким-то чесущим, каким-то одним фрагментом у нас нет. Но тем не менее, всем друг вот этим, всей полнотой-то мы все равно захвачены. Он не такой статический опыт, что, конечно, когда мы захватываемся каким-то фрагментом сущего, нам требуется усилие. Но тем не менее, мы все полнотой захвачены. Все полнотой не захвачены. Ну как там? А как мы тогда можем захватиться какое-то счастье? Мы уже говорили о Хайдегере опять. Давай. Мы говорили о Хайдегере, что человек отличает себя от мира, который полностью определяет наше внутреннее содержание, тем способом, что в качестве испытывает много чего в качестве спустит благодарность сущему или Богу за свое существование. Там же есть видишь, у тебя есть зазор, различие, это оказывает, что ты в подобной ситуации не захвачен. То есть ты не живешь в ситуации страсти, когда эти виды песни, стены, аквариум, стол и диван составляют всю мою вселенную. Но тем не менее, я не захвачен ей? Хорошо, тогда я согласен здесь с тем, что мы можем различить два вида захваченностей. Вот первую захваченность, это захваченность миром, в смысле ощущений, которые нам даны в нашем восприятии. Телесная захваченность, а вторая захваченность, как ты правильно говоришь, это захваченность страстная. Это другая. Я понял. То есть тогда рецепт этой молитвы и распространение к половому акту как раз состоит. Это для того, чтобы из ситуации рефлексии благодаря половому акту перейти в ситуацию мира. Из ситуации страсти, которые разрешают между собой вот эту дилемму ненависти, например, к объекту. Которая не решается. Да, которая не решается. Я возвращаюсь на некий интересный уровень мира, где его просто нет. Ну да, получается так у тебя. Да. Ну вот так это самая проблема этого слова. То есть вот этот молитв в том, что он переходит в мир, в обычный мир, в мир рефлексии, сознания. И суть телесности, смысл молитвы и полового акта. Она как раз в этом и состоит. Чтобы в ситуации захваченности страсти, по отношению которой у тебя на основании рефлексии разыгрывается трагическая коллизия, вот это самое, перейти в мир, где эта захваченность телесная, столов, стульев, чего-либо еще, она не полна. Она не полная захваченность. Но она другая такая. Природа ее другая. То есть благодаря половому акту, потому что ты становишься телом, я же, вот когда я в этом мире хожу, свои эти штуки, я не захвачен, но я безусловно являюсь неким телом, то есть куском сущего, среди других кусков сущего. И ты благодаря половому акту, чему-либо еще, ты оказываешься в этой ситуации среди сущего, да? В погруженности среди сущего. Ты был один на один со своей страстью, со своей рефлексией, то есть небытием, а ты оказался среди других видов сущего, среди сущего, как одно из них. То есть это ситуация, с одной стороны, половая акта, это ситуация отличия себя от небытия, а с другой стороны, это погруженность как бы в мир, как в совокупность вещей. Или как в совокупность протекающих процессов. Там, наверное, нет вещей, а в совокупность. То, что в телесности вот этой вот навязчивости нет, понимаешь? Там вот в страсти есть навязчивость и внешняя. Страсть охватывает нас, и всегда говорят о том, что страсть нас как бы порабощает. А здесь навязчивости нет, да? А здесь навязчивость, естественно, ничто как бы нами не владеет. Да, она, то есть как бы действительно есть и аквариумы, и столы, и что-либо еще. И твоя задача, чтобы при помощи некого такого телесного акта вернуться к столам, стульям и чему-либо еще. От ситуации захваченности и страсти. То есть вот в этом. Вот это в смысле телесности или полового акта. У тебя образовалось тело, и благодаря телу, ты вернулся к столам и стульям. И стал соединившим. Поэтому Раскольников пошел и убил? Нет, убил он не по этому. Убил, убил, чтобы быть чистым духом. Он убил для того, чтобы быть чистым духом. Он из этой забавной коллизии... Когда ты говоришь про чистого духа, и как раз мы с тобой правильно понимаем, только те элементы разные. Я же тебе и сказал, что у нас остался возможностью. Все вот эти действия, они как бы не существенные. Он даже там в одном месте бросает там, что типа не я убил, а убил там местом, понимаешь? Ну это да. Это для него не существенный вообще вопрос. Да. Он в этой своей субъективности крутится, и как бы то, что там внешне китайское произведение не существует. Он убил для того, чтобы убить, а вот для того, чтобы быть чистой формы. Так что зачем он пошел убивать-то? Если он находился в своем форме, зачем он пошел из мира сознания, из мира рефлексии, пошел в обычный мир убивать? А почему он пришел в мир вещей? Если в мир вещей никакой отношение к миру рефлексии. Он не в мир вещей пошел. Он не в мир вещей. Взял топор, взял конкретную валушку. Ну тем не менее. А ты точно и у Русилова возьмешь самая конкретная вещь, это письмо о самых конкретных мерзавцев, притом отпетых, и будешь антажировать в их компании несчастную Екатерину Николаевну. Тоже вещи у тебя, но ты не к вещам, это такая форма вышествия самому к себе как к духу. Вот ты берешь, попали мерзавцев, красивую, умную и немножко талантливую женщину, пытаешься доказать, что она мерзавка ей и самому себе в первую очередь. Это вот такое восшествие, чистый мир духа. Если у тебя нет тела. А так бы хоп, посадил бы на центральной территории, посадил бы ее в машину и отправился бы в мотель. Тогда бы ты жил среди как предметов или других предметов. Никаких кризис достояться. А не получается ли на самом деле, что та же самая ситуация как с Раскольниковым? А не пытается ли он себе через эту ситуацию с письмом доказать, что он не находится в этой страсти? В некотором отношении здесь опять же есть такой экзистенциальный выбор. Чтобы оставаться в страсти и чтобы эту страсть отрицать. Это одно и то же, да. Это конечно одно и то же. Два прав плен, здесь Фрейд абсолютно прав. Здесь типично. В этом единственное место, где она соприкасается с Фрейдом, что она доказывает, что я не люблю. Вот на самом деле ее и любишь. Это про ненависть говорят. Любовь и ненависть, это одно и то же. Это конечно единственная фрейдовская коллизия, которая возможна. Ты просто нанес на уже сформленную картинку и еще одну краску притащил. С письмом или с убийством это может быть связано с тем, что когда он это письмо, он возможно пытался остаться, так сказать, властелином самого себя. Не признавать захваченность. А да, это он уже жил ситуацией. Ну это да. Жил там жил, но когда он взял письмом. Ну ты говоришь то же самое, что было. То есть признавать захваченность и не признавать захваченность это одно и то же. Ну иначе говоря любить или ненавидеть. То есть ты говоришь... То есть ты говоришь... Нет, это понятно. Я хотел сказать то, что человек как свободное существо, находясь в состоянии инфлексии, он в некотором смысле от мира отстранен, и он находится в своей полноте. Ему мир не указывает. А когда он находится в страсти, соответственно получается, что ненавидеть, что что-то им владеет. И пытаясь от этого избавиться, он, соответственно, переходит в рефлексию и пытает, и вот перекладывает мир, показывает письмо и убивает кого-то. Нет, у него то как получается? Ты правильно все трактуешь до момента, когда он пытается с этим справиться. Он пытаясь с этим справиться, все равно остается захвачиваться. «Я скакалuti за вами трое суток, и Нила не спал, чтобы сказать, что вы мне равнодрусны». Это трое суток! ТО есть условно говоря, человек, этот парамонак, обсуждает гомусюксиализм, что у него постоянно везде эти гомусюксиалистыeff умеетиться, он сам этим постоянно истинлярует, он захвачен этим, это для него важно. Он может говорить, что он не гомусюксиалист, мне другой гомусюксиалист. Но если для него это важно, значит что-то в этой ситуации есть для него. Почему другие просто мимо ходят, они ничего не видят, и им это все равно. А вот он уперся в это, понимаешь, не важно, отрицает он это или утверждает. Он просто эту сферу прорубил и туда вот не может не видеть этого. У него, условно говоря, он на очках это нарисован, он очки одевает, только это и видит. У него все остальное не важно. Так же и в страсти. В страсти ты видишь только эту женщину, ты можешь ее отрицать, ее нет, нет, она плохая. Но она есть, и она как бы, есть в силу акцентуация самой, изначально захваченности. Понятно, что атрибуты не важны. Ты просто понимаешь, это на самом деле, если честно, я теперь понимаю, что имеет в виду Игорь. Игорь говорит о том, что вот есть такая, такая страсть, с которой невозможно справиться. Можно только, условно говоря, либо находиться в этой страсти, цветы, там какой-то ритуал, либо как бы вот отказываться, да, но отказываться надо и тоже что-то делать. Все равно ты в ней находишься. Да, и тогда получается, почему зло-то получается, потому что как бы ты все равно захвачен. Только ты не признаешь, что это захвачено. Я скакал три дня, вот это и есть больше. Просто Игорь в нескольких специфических терминах это выражает. А сути состоит в том, что вот есть некая захваченность, которой как бы справиться невозможно. Единственный способ справиться, как бы заговорить ее, да, вот в этом, как бы то, что ее называют во зле, да. Что вот она плохая такая, но все равно все разговоры о ней, да. То есть я жизнь как цитирована на этом, что вот где-то есть она, совершается много действий там, тратить много усилий, да, что она плохая такая. И мерзавцы, и письмо, и опять мерзавцы, это письмо. Но это на самом деле действительно... И посвящен в это не можно. Это несколько лет своей жизни. Это уже... Это записник из-под поля. Помнишь, как он пошел как-то навстречу этих там ребят, да, Ему он понимал прекрасно, что он там не уместен, и ходить туда не стоит, и кончится плохо, и все равно он не мог не пойти, и все равно он пошел, и само кончилось плохо. Действительно так. А, ну, это вот то, что ты рассказываешь, соответствует полностью, я согласен, совершенно на советском. Только когда я говорил, я немножко действительно говорил более абстрактно, да. Потому что то, что ты говоришь, это способ уже применения того, что пытаюсь сказать я. Я говорил... А почему? Ты же говоришь просто так... Нет, я просто имел в виду, что действительно вот эта форма есть. Между выголом, между слугом. Нет, я имел в виду, если говорить абстрактно, то я имел в виду, что форма эта и есть, да, и вот все-таки вот эта форма, да, в которой человек находится, да, вот некая субъективность, она присутствует, да, и она свободна. Другое дело, что в эту свободу, условно говоря, может кинуться вот какая-нибудь такая вот страстишка, да, вдруг возникнет, и вся эта свобода тату под хвост, и вся жизнь как бы она сквозь вот эту... Возникает сквозь эту страсть, да. Вот так получается у тебя. Что как бы... Ты как бы спокойный философ, там сидишь где-то в тиши кабинета, рассуждаешь, а у нас материя в друг раз, любовь, да, там... Нежданная, нечаянная... Ну, как я там бетонную стену гонилию и просто... Да, и все. И это как катастрофа. Какая там философия? Все через призму, получается, этой любви, да. Ты только думаешь о ней, ничего для тебя не существует, да, как же она там. И здесь, возможно, два варианта. Либо я... Ты просто как бы за этой страстью, как, условно говоря, к собачонке бежишь, условно говоря, ты полностью захвачен, она тобой управляет эти там цветы, театры и прочее. Либо ты как бы, нет, я свободный, я вот сейчас отсеку от себя, ни этого не может быть, как бы она плохая, там, и прочее. Я соскакал, как ты говоришь, там, три дня, чтобы сообщить ему, что вы мне радуешь. И так, да, стресс тобой управляет, только по-разному. Да, именно так. Вопрос только, откуда бьется страсть-то. Ну, вот это непонятно. Вот этот вопрос остался у нас за скобками. Да, но очень важно, что мы сегодня сделали. Мы сегодня не за столом просто. Различили. Различили. Меня вот, почему мы очень благодарили сегодняшнему семенам, наконец, стала вот проблема, которую я вначале ставил, о сексуальности Достоевского. То есть, по крайней мере, разрешить ее не удалось, но точно удалось понять, что же, ну, как-то удалось интуицию получить, что, значит, делает вот телесная сексуальность. Что она оказывается, я был в страсти, она меня возвращает на диван, и у нас и за стол. Вот так, в общем-то. Казал. А может быть не так. То есть, спасение, получается, что как бы страсть вдруг как-то должна, ну, не знаю, там, пойти в русло. Да, ты начинаешь жить и среди людей есть, там, что-то еще такое обычное. Да. А чтобы, условно, мир как бы обрушиваться, когда это катастрофа, вот возникает страсть, да, это катастрофа, весь мир обрушит, все через призму этой страсти. А как бы спасение, это когда все в свое русло возвращается. Ну нет, но ты, с другой стороны, это оказываешь, что совершаешь большое количество действий, очень сильно потеешь при этом и так далее. Существует состояние без страсти. Ну, Игорь, в каком-то смысле говорит, если можно говорить, о наказании страсти. Как можно наказать страсть? Так, пора выработать ее. Понимаешь, как бы, чик, она, как бы, вроде выработана, и можно приступать к другим чьимам. Ну, трудно сказать. Ну, может и вырабатывать, а может и нет. Ну, как-то вот так. Может быть, это неправильная интуиция совершенно. То есть, помолился и все хорошо. Да, но помолился вот в этом деятельном видении, конечно. Попотел, а потом повернулся и заснул. Для тебя же что молиться, а что попотеть одно и то же. Поэтому, в некотором смысле, что ты можешь и помолиться. Нет. Почему нет-то? Я не знаю, как остальные, я могу только попотеть. Да, здесь, согласен еще, есть другая, есть альтернатива, как бы, что можно быть аскетом. Только другое дело, можно ли, не все могут. Есть страсть, которая, как бы, знаешь, как катастрофа. Она случается с тобой, и ты, как бы... Уже ничего не можешь сделать. Ситуация, что страсть, как всегда, катастрофа. Не-не, не обязательно. Ну, как она не обязательно? А, то есть, это определение страсти? Да. Либо ты сидишь за столом и смотришь на катастрофу. Да-да-да, согласен с тобой, да. То страсть всегда катастрофа. Это определение какому-то смысле. И очень важно понимать, что мы это тоже сейчас поняли. Что все-таки по столу опять верна. То есть, права по столу, она действительно, повседневность в мире не стала меня этим по-настоящему не захваченным. Это наше счастье. Ну, как бы, да. Просто там другая захвачивается совершенно. Это какая-то другая ситуация. То есть, другая ситуация. Ситуация как бы мировости мира, она оказывается как раз сложнее, чем ситуация просточтения. Это и к чему? Это и к тому, что в христианстве те, кто считает себя праведкой, и так далее, получают захваченные страсти. И то, что они призывают, так сказать, жить в молитве и молиться постоянно, это и говорит о том, что они спасаются только этим, тем, что молятся от этой страсти. Страсть как христианство? Ну, Игорь, молитву тут, я не знаю, он просто, он как бы, действительно, ассоциацию со сверху. Нет, нет, нет. Ну, с другой стороны, почему я это не могу? Каким образом? Масгет спасается, да? Каким образом он как бы избавляется, если так можно сказать, от страсти, да? Магма? Да. В этом отношении. Он имеет в виду, что... То есть, грубо говоря, страсть может быть не только, так сказать, телесная, да? То есть, в процессе, например, страсть, она вообще... К чему угодно? Страсть как... Не имеет... Есть чистая форма страсти, и... Она там... Не-не, да. Чистая форма страсти, мы сейчас все термины перепутаем. Действительно просто, когда я рисовал картину о том, что есть некая чистая форма, она такая благообразная, спокойно существующая, есть как бы... Есть тело, оно там как-то само по себе живет, и там... А эта форма свободная, она куда-то в творчестве воздымается там куда-то вверх, там... Это как бы слишком благообразные картины, да? Слишком хорошие для того, чтобы быть правдой. Да, конечно. А на самом деле случается страсть, понимаешь? Сидит в башне какой-то из слоновой кости философ, там... И вдруг с ним случается любовь, понимаешь? Да, шел-шел, альбом-бабац там... Да, а его как-как это... Мешком вообще чем-то там... Займом по голове ездил. Да, вот так. То есть, на самом деле, вот ситуация, которую мы описываем. Знаешь, философ влюбился, да? Да, вот об этом речь идет. Те, кто уходит аскеты в пустыню, тогда, может быть, они хотят себя отравить, во-первых, от страсти, но это понятно. Да, 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 правильно. Но тем не менее... Чтобы речком не ударили. Потому что, если они уходят в пустыню, они преддаются одной единственной страсти. Оставляют единственную страсть. А можно ли считать любовь к Богу, кстати, страсти? Ну, я про это и говорю. Наверное, нет. И спасаются они влюбить только от молитвы. Да я не знаю... А то единственная страсть... Я не думаю. Я с тобой успел и счастью стоять только согласен. Потому что очень многие аскеты уходят в пустыню, для того, чтобы избежать всякой страсти. Ну, это и понятно. Это, так сказать, известно. И вот она станция этой башней слоновой пояса. Да, поэтому стариста своего Алешу Карамазона милитой посылает, чтобы не страсти и бежать. Сразу же. 18 лет. 18, сколько лет там? 12. Кстати, да. Может быть, и там. А то, что через это все пройти и в этом побывать. Ну, не знаю. Он считает, как будто до страны, получается. А если страсть его уничтожит? Ну, что значит, что уничтожит? Ну, пойдет так. Ну, а он как человек из подполья. Совершенно ничтожный человек. Позняться с такой позиции уже невозможно. Так старец, может, потому и послал, что Жеша не знал страсти. И он не сможет быть и старцем. Не познав страсти. Если бы он его просто сразу с детства отправил в этот самый, не познав мир, то он бы не стал... Особенно познать страсть, это я не хочу ничего хорошего об этом выражения и не думаю. Ну, что значит познать страсть? Ты ее испытал после того, как она закончилась, у тебя не осталось и познания, так называемого опыта. Ну, как не бывает, мы же говорим о страстях. Мы еще раз говорим, что это катастрофа случается. Катастрофа бывает, она прошла и все. Может, для человека, не познавшего этой катастрофы, служить Богу? Да, но это все равно. Потому что старец тоже понимал служение Богу как страсть. Потому что я говорю, что опыт... А у людей страсти нет. Опыт ничего не значит. Я согласен. Он опыт и познание... Мы старались там нищу познавать. Она просто либо есть, либо ее нет. И без страсти он может любить Бога? Да, может. Подожди, ты как-то пытаешься Бога сейчас... Я больше к философской сказать. Просто в каком-то смысле странно. Я к философской, без Бога. Нет. Философия интересна тем, что это абсолютная форма абсолютного атеизма, да? Нет, нет, это не обязательно. Потому что есть и теология. И теология всегда понималась как... Более того, философия является частью теологии. Ну, не важно. Суть вопроса... Нет, не в том дело, ну ладно. Она-то может быть и говорить о Боге, но поскольку она будет философией, настолько она будет формой атеизма. Ну, понятно. Просто странно действительно является тогда совет старца, да? Который посылает Алешу в мир. Вот что проблема состоит. Которую ты можешь очень высказать. Да, но он же... Да, он и интересен. То есть он говорит ему «Осходи», а вдруг он там в этом мире остается? Это совершенно непонятно. Зачем он его посылает там? Зачем он как делает? Потому что ты говоришь, что опыт ничего не значит. С того, что у тебя знает опыт, ты от этого не становишься опытным. Потому что он у тебя мог быть, а он много не будет. Абсолютно все равно. Примером человека, записка из подполья, братьев Карамазов, является отец. Он же такой... Ну как же? Он выставляет свои... Не, они похожи, безусловно. Похожи. Похожи. Специфический персонаж, который специально заточен под эту тему. Там просто эта тема разыграна. А тут он как бы частный персонаж. Это понятно. Да. Это будет очень интересно. Просто вот это... Я к этому вопросу возвращаюсь. К тому, что опыт действительно ничего не значит. Просто ничего не значит. Ну да. Я согласен с этим. Что в данном случае, если понимать... Ну вообще, как мы сейчас понимаем страсть, как катастрофу действительно. Что можно... Как можно к катастрофе приготовиться? Сам подумай. Допустим, даже она с тобой случилась однажды. А как в следующий раз ты приготовишься? Подумай сам. Что тут может значить опыт? Допустим, случилось с тобой такое несчастье. Потому что непонятно. Несчастье. Да, может счастье. Любовь какая-то страстная. Прошла. И в следующий раз что ты будешь делать? Будешь перестать с женщинами общаться? Что же самое? Вот и все. В этом и состоит судьба. А потом, как ты понимаешь... Она же может и погубить. Она же кого-то... Да, мы ее говорим. А кто-то ведь прошел через страсть. Мы не говорим про Алешу так. А как поможем посылать? Агресса? Нет. Со старцем вообще не знаю как работать. Надо покопаться в этом. Производитель прочитает. Потому что он как бы... Такое ощущение, что он вынесен за сах художественное конву произведения все-таки. Что это некий такой искусственный, внешне построенный персонаж какой-то. Но для чего-то. Не, ну можно конечно понимать это моралистически. В том смысле, что в мире, кроме вот страстей, которых мы обсуждали, много чего есть. Другие люди есть. Да, да. Какие-то положения, то есть многообразие. Опыт в таком, в обычном смысле, свой. Вот второй вот этой захваченности вещей. То есть как бы должен познать человек все-таки мир. Как бы изведать, какие бывают люди, положения и прочее прочее. То есть можно как-то моралистически к этому отнестись. Чего бы не хотелось, но можно. Или Зосима является, так сказать, образцом того, что в миру там что-то это самое. А есть нечто такое, к чему можно прийти и где можно, так сказать, разрешить все. Нечто высшее существует. В чем разрешаются все ваши, так сказать, противоречия, конфликты и так далее страсти? Ниши. У меня, получается, существует только... На самом деле, а ведь праздничному-то, у него как раз страсти там были. Да, у него там были. Он как раз там, помимо его истории, когда рассказывает, там как раз там бурлил жизнь. Он же по офицерам же был каким-то, по-моему, и стрелялся там, а что-то там нет. Нет, ну это вот вещь идет, что... То есть все-таки про страсти идет вещь? Нет, я тебе о чем хочу сказать, что Достоевский настоящий, это когда записки из-под поля. Когда внешние такие персонажи начинают благообразно подстраиваться, и одновевшие эти по страсти, это уже не настоящий Достоевский. Ну все так считают, на самом деле. Да, если как параллелизаторство, то у него как бы есть это параллелизаторство. Поэтому и Зосиму... Зосиму придавел страсть или нет? Может быть это служение Бога, и не застарится. Он просто остались с этого. А это оскудел? По описанию он достаточно этот самый, не... Ну то есть там нормально на том самом... Ну оскудел, в общем, да. Нет, я еще хотел вам сказать, ты говорил там про то, спасается расходник. Но в итоге же он оказывается на каторге, да, и все равно считает, что он ни за что туда попал, потому что как бы его коллизия внутренняя, вот эта, да, она не разрешилась. На самом деле он спасается любовью со стороны другого, да, когда вот он признает другого как другого... Это уже морализаторство. Зосимы точно так же, тоже не верю. Поэтому спасение благодаря Сонечке и так далее. Ну да, вот чувствуется там какую-то морализаторство. Ты считаешь, считай, да. Ужас какой-то, это настолько притянуто за уши, как последняя фраза, что с этого началось рождение другого человека и так далее. Ну вообще-то, если ты вспомнишь... Посторонняя эта вещь. Взяли-взяли... Ну должно все добром заказывать. Понятно, что сензура... Получает... Четыре года на каторге, шесть лет в солдате. Между прочим, Страков, как бы, вот... Это его друг, как бы, там... Алло... Алло, мама. Ну у нас просто семена берет сейчас, ладно? Потом диагнозы были участвуют. Да? Так вот, Страков как раз отмечал, он, смотрите, что действительно, вот, все, что касается страстей, все, что касается циапической спатрули, это подлинный достоевский. А все, что касается попыток вот из этой подлинности выйти в какие-то вот иные, как бы, состояния, да, благообразности, святости и прочее, так как и морализировать, это все, как бы, неправда. Это все, на самом деле, наносной. Буквально отмечает... Это... Это... Что, на самом деле, как он оставался всегда вот в этом состоянии, да? Как бы, вот, такой страстишка. Угу. Ну что, все на этом закончили? Причем, даже, знаешь, на самом деле, в каком-то смысле себя именно любил из-за этого. То есть, он считал, что вот это вот и есть самое то. Ну, это вот правильно. Это правильно. Это действительно. Самое главное. Это самое то, да. Что вот быть вот это вот между, как-то, добром и злом... Нет, нет. Я и говорю, что вот взять эту карту, и, на самом деле, в восшествии к чистому духу. Так как раз, может быть, этот сам Достоевский Дефе находится постоянно, как раскольник, постоянно в состоянии эшлексии. Конечно. Конечно, конечно, это и есть, да. Но мне вот насчет восшествия человека к чистому духу, это любопытно. Да. Это вот такая форма, вот, когда ты делаешь вот эти картости, которые делают там Версилон, раскольник... Представьте, есть путь в восшествии... Восшествия к чистому духу. Не по дубы сам. Есть путь в восшествии духу через, как бы, вот, вот, такие вот вещи. Через страсть. Нет, это не так интересно. А самое интересное, что это единственный путь в восшествии к духу. Нет, ну, вот, если брать опять морализаторского Бердяля, то он и говорил, что как раз вот искусство проклято. Искусство, конечно, пытается разникнуть. Ну, это ладно, это морализаторство. Ну, это морализаторство. Да, я согласен. Что это морализаторство? Ну, как бы, пошлях, не пошлях, он хорошо понимал Достоевского. Извините. Потому что, мы считаем Бердяля в Достоевском, он все-таки его понимал. На самом деле. И все-таки, вот, это все, это морализаторство, я сразу говорю, да, он различал вот в восшествии, как ты говоришь, через искусство в каком-то отношении, да, вот, со страстишкой. Все-таки, все, что к страсти касается, мы все-таки относимся к искусству, да. Все-таки это вот... Ну, я не знаю, я здесь искусство вообще не понимаю. Нет, искусство я имею в виду в смысле... Почему здесь искусство? Не искусство, как рисование картин, а искусство, как в смысле эстетики. У него же наконец некоет эстетический формű. Просто использование ассот術антами картин. Ну, тогда просто нету смысла имеется смысла, а имеется в виду искусство, смысл может быть гер autre deregore, понимаешь, потому что у него есть этическая как да вот. А есть эстетическая. Это тоже противопоставляет Георда и человечистіз Debate. Ну, оно такое, вот, не... Неэтическое у тебя получается! Оно точно, неэтическое. Очень мало, может быть, эстетическая даже. Или она пока не задает собственную эстетику. Вот, правильно. Она создает собственную эстетику. Она создает другой смысл эстетического, да? Чем принято сказать. Но у тебя, конечно, других смыслов и нет. Подожди, подожди. Красивый, красивый. Кроме формы, у тебя других смыслов. Нет, ну есть же вот эта ситуация, потолок красиво же сделан с люстрой. То есть непосредственно. Легкие кучи всякой. Непосредственно смысл? Ну вот такое же понятие искусства и эстетики же есть, вот как мой потолок. Ну есть такое. Нет, ну это внешний эстетик. Человек, это имею в виду, что как человек может быть. Да, да, да. Нет, ну я просто такое говорю, что есть в этом некое упоение, что в вошеде в абсолютном духу, вот через вот эту гадость, не то, что это один из путей в вошеде в духу, а то, что это единственный путь в вошеде. Ну понятно. У тебя получается, что форма, она двигается только в этом направлении. А на самом деле есть еще этическое направление, которое он тоже может двигаться. И которое мы называем сейчас морализатором. Оно есть и Кирки Боа, и у Бергяева, и у всех. И представление о том, что есть какое-то... А ну и что Достоевского же, согласись, все эти старцы, все это же есть. Но они же пальшивые. Ну они как бы выясняются, что пальшивые. Ну и... Нет, ну может быть... Нет, нет, он тоже пальшивый. Подожди, получается, нет, у Кирки Гора как бы он пытается, тоже противопоставляет, но он пытается встать на эстетику. Вот все эти разговоры об Аврааме, об этом, о Йове, да, все. Это же у него с позиции этическую форму, и он критикует эстетическую, пытается. Так же Бердяев стоит на этической форме, а у Достоевского получается фактический. Он стоит на эстетической форме, а критикует, не критикует, он своим фактом критикует. Он пытается тоже встать на этику, но на самом деле не может. Вот и все. Потому что мы ему не верим просто, не верим. Или еще кто-то хочет сказать? Нет, ну и все, да. Нет. Нет.